Шли около двух километров по бережу. Везде это рыба. На берегах Волги рыбный апокалипсис. Первыми начали гибнуть судаки и окуни, потом плотва и краснопёрка. Берег усеян разлагающимися останками. Килограммы погибшей рыбы на песке, в камышах вдоль берега, а сколько ещё на дне неизвестно. Такую ужасающую картину наблюдают жители сразу нескольких регионов. В Татарстане, в озере Средней Кабан, караси, если и плавают, то на боку или кверху брюхом. Косяками рыба не знала, куда деться, стояла на месте. Прямо много-много рыбы было. Но потом она медленно-медленно, и она вся перевернулась, и всё было белое. Саратовский пруд Семхоз теперь называют мёртвым. Плавает рыба мёртвая. Рыбаки сидят, ловят. Я говорю, а что вы сидите? Я говорю, рыба-то он плавает. Как плавает? Я говорю, около берега посмотрите. В лаборатории Росгидромета провели анализы проб воды, взятых в местах массовой гибели рыбы. В исследуемой воде проводились анализы на такие металлы, как медь, свинец, цинк, кадмий, алюминий. Превышение не было выявлено. Анализ на острую токсичность. Экстремально высокого загрязнения и высокого загрязнения не было обнаружено. Сотрудники Института экологии Волжского бассейна мор объясняют обильным цветением сине-зелёных водорослей. Они в большом количестве поглощают кислород, а погибая выделяют токсины. В итоге рыбе становится нечем дышать. Первопричина всего – жара. Температура воды в Волге сейчас 27 градусов. В небольших реках – ещё выше. Необильное цветение водорослей связано с температурным режимом. В результате этого цветения произошло массовый замор рыбы. Погибающая рыба несёт в себе опасность для других видов животных. Разложение такого большого количества останков грозит токсическим загрязнением воды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова